Больше за 7 миллиардов рублей заработали жахары Могилёвской в области на Республиканском субботнику. Наибольшие активно работали на социально-значных и культурных объектах у приватности в Мстиславле, где всё это отбудется и фестиваль Кермаш до Женки-2016. Особная бригада была занята на Лядовом палаце в Шклове. Старшиня Могилёвского облаконкама Владимир Даманевский подчас субботника работал на доброго парадковании территории вокруг Палаца культуры в области, а леспочатку наведал Пушкинский мост в Могилёве. Перш, чем распачать працу, старшиня Могилёвского облаконкама Владимир Даманевский ознайомился с ходом и якостью ремонтных работ на Пушкинском мосте. Объект значный, его чекают жахары Могилёва. Этот вопрос действительно с точки зрения транспортной инфраструктуры. Сообщение, он очень важен, поэтому мы поработаем здесь и продадим значимость этому объекту и ускорим его ввод в эксплуатацию. На обновленном объекте будут предназначены велодорожки и умовы для перемещения инвалидов. Про этот метод документации предусмотрено устройство, во-первых, подземного перехода с подъемником для инвалидов-колясочников и, в том числе, с возможностью перемещения велосипедистов. Велосипедисты могут перемещаться через подземный переход и там будут установлены две дорожки. Одна дорожка для велосипедистов, вторая просто для пешеходов. Значит, они могут беспрепятственно перемещаться в парковую зону. Подчас субботнику керовники в области и города працевали на пролегающей территории до Палаца культуры в области. У Бобруйску у субботнику приняли удел 65 тысяч человек. Одна из пляцовок – молодежный парк, будовництво якого распочали летось. Уложены все инженерные сети, все выполнены подготовительные работы и в большей степени мы сегодня уже занимаемся укладкой тротуаров, приведением надлежащего состояния зеленой зоны. Работы велись и на инших социально-значных объектах в области Сяроты и Хлядовый палац у Шклове. В пределах 70% объема работ практически выполнено. Мы планируем через две недели получать основное технологическое оборудование. Согласно срокам у нас в октябре, по планам нашим, мы видим, что укладываемся в более ранние сроки. Плануется, что лед на спортивном объекте заявится у Липени, что вельми радует Жахару райцентра. Наши шкловчане с нетерпением ждут этого мероприятия. И, конечно же, мы решили благоустроить данную территорию вокруг. Ну и вот работаем все вместе. Немножко приберемся здесь и потом пойдем на другой объект. В Чавовском районе у лесной зоны Калявевский зеленый прудок працавало два десятка чиновников и бизнесменов в области. И они отновляли лес на площадке у 2,5 гектара. Белорусский лес – это легкие Европы. И белорусский лес – это золото нашей страны. Поэтому мы вносим сюда свою лепту и хотим после себя оставить след. И, наверное, те люди, которые будут ходить по этому лесу, когда-то вспомнят тех людей, в том числе и нас, что мы здесь поработали. Под час субботника было посадено 1200 древов. Праз десятки год тут вырасте смешанный лес. С кедра, дубов, елок и лиственницы. Программа лесовосстановления у нас объемная, обширная. С каждым годом мы ее совершенствуем. Надо отметить, что в этом году мы значительную часть культуры закладываем с закрытой корневой системы и выходим на 40% создания лесных культур с улучшенными селекционными свойствами. 350 тысяч жихаров Могилевской в области вышли на республиканский субботник. Зарабили больше за 7 миллиардов рублей. Как отзнашу Владимир Доманелске, у год культуры частка этих сродков пойдет на наибольш важные культурные объекты. Не покинуть без уваги и памятные места похования, и помники Великой Айчинной войны. Нагадаем, селец исполняется 75 год и героичная обороны Могилева. Алина Соловьева, Андрей Шуляк, Миколай Соболев, Витальй Алексеенко, Новинергеон.